Вторая книга «Паралипоменон», глава двадцать пятая. Двадцати пяти лет воцарился Амасия, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря, «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». И собрал Амасия иудеев, и поставил их по поколениям под власть тысячи начальников и сто начальников всех иудеев и вениаминитян, и пересчитал их от двадцати лет и выше, и нашел их триста тысяч человек-отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал, «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефремовыми. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне, иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божьему, «Что же делать со ста талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий, «Может Господь дать тебе более этого?» И отделил их Амасия войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в полу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соленую, и побил сынов Сеира десять тысяч. Десять тысяч живых взяли сыны Иудины в плен и привели их на вершину скалы, и не зринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи, от Самарии до Вифарона, и перебило в них три тысячи и награбило множество добычи. А Амасия, придя после поражения Идумеев, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и перед ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию. И послал он к нему пророка, и тот сказал ему, «Зачем ты прибегаешь к богам народа этого, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя!» И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил бог погубить тебя, потому что ты сделал это, и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия, царь Иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иеуя, царю Израильскому, сказать, «Выходи, повидаемся лично». И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать, «Терн, который на Ливане», послал к кедру, который на Ливане же, сказать, «Отдай дочь свою в жены сыну моему». Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и стоптали этот терн. «Ты говоришь, вот я побил Идумеев, и вознесло с сердца твое дочеславие. Сиди лучше у себя дома, к чему тебе затевать опасное дело. Падешь ты и Иудея с тобой». Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам Идумейским. «И выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь Иудейский, в Вевсамисе Иудейском. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Иоахаза, захватил Иоас, царь Израильский, в Вевсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угловых на четыреста локтей, и взял все золото и серебро и все сосуды, находившиеся в доме Божием у Авет-э-дома, и сокровища дома царского и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя Израильского, пятнадцать лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. Глава двадцать шестая И взял весь народ иудейский Озию, которому было шестнадцать лет, и поставили его царем вместо отца его Амасии. Он обстроил Елаф и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. Шестнадцати лет был Озия, когда воцарился и пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме. И имя матери его Иихолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его, и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озии башни в Иерусалиме над воротами угловыми и над воротами долины, и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников, на горах, и на кормиле, ибо он любил земледелие. Было Озии и войско, выходившее на войну отрядами по счету в списке их составленным рукою Иеиела, Песца и Моасеи, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число главпоколений из храбрых воинов было 2600, и под рукой их военной силы 307500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия для всего войска щиты, и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прощные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось ими его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом Своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре кодильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кодить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кодильница для кождения, и когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кодильного. И взглянул на него Азария первосвященники, все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господнего. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии первые и последние описал Исайя, сын Амоса, пророк. И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили «Он прокаженный». И воцарился Иоафам, сын его вместо него. Глава двадцать седьмая. Двадцати пяти лет был Иоафам, когда воцарился и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия отец его, только он не входил в храм Господен, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота Дома Господнего, и многое построил на стене Офела, и города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год сто талантов серебра и десять тысяч, коров пшеницы и ячменя десять тысяч. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои перед лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама, и все войны его, и поведение его, описаны в книге царей израильских и иудейских. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава двадцать восьмая Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Эннома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. И приносил жертвы и курение на высотах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руку царя сирийцев, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Так же и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Рималии, царь израильский иудеев, сто двадцать тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихрий же, селач из Ефремлян, убил Моосею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев двести тысяч жен, сыновей и дочерей. Так же и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господен, имя его Адед. Он вышел перед войском, шедшим в Самарию, и сказал им, «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иудинах и Иерусалима в рабы и рабы не себе? А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господнего на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых. Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мишелемофа, и Езекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны. И сказали им, «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господнего над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех ногих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо и думеи и еще приходили, и многих побили в Иудеи и взяли в плен, и филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Февсамис, и Айолон, и Гидеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от нее города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом, и пришел к нему Феглофилосар, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господнего и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, «Он, царь Ахаз». И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил, «Боги царей сирийских помогают нам. Принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды дома Божьего, и сокрушил сосуды дома Божьего, и запер двери дома Господнего, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иуды устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почел Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей израилевых. И воцарился языкия, сын его вместо него. Субтитры создавал DimaTorzok